Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров и Chess.com.ru Рады всех приветствовать очередной обзор онлайн олимпиады 2-й дивизион и самые интересные события, самые интересные партии вашему вниманию. Итак, первая зарисовочка из партии Glaves Рахима Кордоса играет ямайский шахматист против колумбийского. Итак, Кордоса сыграл ладья е8 и пропустил достаточно простой удар на f7, выясняется, что теперь на взятие коня белые забирают на е6 и практически матуют черного короля, угрожает мат, и у черных единственная защита это ход ферзь d5, в этом случае белые отъедают хотя бы фигуру на b7. Брать на b7 нельзя, из-за входа слон c4, в общем-то, с матом. Поэтому черные сыграли более предприимчиво, попытались найти ресурс, связанный с ходом е5, однако после d5 конь d5 возникла совершенно головоломная позиция. Честно говоря, я даже не понимал, что вообще происходит на доске. Итак, белые продолжили ферзь е4, очень тонкая материя, все висит, как ходить непонятно. Черные сыграли хладнокровно, конь f8, и после е6, казалось бы, партия должна уже завершиться очень быстро. Однако, после ферзь c5, король h1, конь f4, произошли некоторые изменения. Черные напали на пешку f7, мата пока нету, и, в общем-то, как-то все подвисло у белых. b4 взяли на d6, все вроде бы разумно. Наверняка было взятие на c4, но в этом случае, как говорится, ферзь f7 был бы у белых промежуток. Важный, и они побеждали. Поэтому слон f6 перекрываю идею ферзь f7. e7, взяли-взяли-взяли, напали, ушли. И здесь, в общем-то, очень забавная ситуация была. Посмотрите, я сделал Кардуса ход ферзь c8. Прямо под королевскую, можно сказать, вилку, под ход конь db6. Что, в общем-то, Глейвс и сделал. Немайский шахматист схватил эту пешку. Но после ферзь бьет c3 возникла обратная тяга, как говорится. Ферзь бьет a1. Ладья d1. Казалось бы, все у белых защищено, все висит у черных. Однако находится колоссальный ход ладья e8. Классный ход с угрозой ладья e1. Но здесь, конечно, белые должны были сыграть, наверное, конь e2. И перевести партию в выигранную техническую позицию. Однако они сделали неаккуратный ход. Конь бьет d5. И после шаха на e1 выяснилось, что все плохо. Теперь слон f1 висит, конь висит, все висит. И на коне f6 черные даже не стали брать на f6. Просто ушли на h8. Феноменальный ход от колумбийского шахматиста. И после h4 достаточно весело произошло. То, что белый король пошел, как говорится, в атаку. И благополучно капитулировал. Так как после хода короля f5 черные ставят мат пешкой. И следующий пример, который вам наверняка понравится. Будет поучительным тем, кто любит эншпиль. Партия Минеро-Пиньеда против Салиноса. В этой позиции у белых лишняя пешка. Слон-слоновик. В общем, стандартная ситуация. Белым нужно проявить техническую оснащенность. Здесь необходимо было сыграть слон e2. Первый ход, который держал пешки на черных полях. И затем пешка b отвлекает черного короля. Белый король бежит к этим пешкам. И поедает их вообще, в принципе, без каких-либо трудностей. Значит, начинается здесь комедия ошибок. В достаточно простом, я бы сказал, эншпиле. И белый зачем-то делает сначала ход слон d3. Он ничего, в принципе, не портит. Но, опять-таки, не техничен. Черный делает ход слон d7. И здесь, опять-таки, слон e2 было самым точным продолжением, чтобы пешки не двигались. То есть, белым желательно избежать разменов пешек лишний раз. И белые решили сразу пойти b5. Окей, слон c8. Слон e4. h5. Ну и вот первый момент, где после ухода h5, белые, конечно же, должны были зафиксировать черную пешку на белом поле. И, в общем-то, легко добиться победы. Ну, с определенными моментами, конечно. То есть, здесь то же самое. План, в принципе, состоит в том, чтобы белые отвлекали черного короля. И потом бежали за пешкой h. Занимались ей. Вместо этого последовал ход b6. Что позволило, в принципе, черным здесь некоторые... В общем-то, осуществить ход слон h3. Но они этого не сделали. После хода слон h3 черные все шансы били на спасение. Сделали ход слон d7. Что опять-таки позволяло белым сделать ход h4. Однако, белые опять-таки этого не сделали. И опять-таки могли пойти h4. Но опять-таки не сыграли так. Пошли слоны в 3. И после хода h4 возникла позиция, где белым, чтобы выиграть, нужно продемонстрировать какие-то филигранные совершенно чудеса. В итоге Минеро сделал ход g4 и последовало взятие на g4. И вот эта пешка на h4, которая является спасительной палочкой, выручалочкой, она, в общем-то, позволяет черным успеть добраться к королю до спасительного пуля f8. Ну и, в общем, белые пытались здесь отрезать черного короля. Однако, не успевают здесь ничего сделать. И вот именно с той пешкой на h6 позиция белого была бы легко выгодна. Ну и здесь никаких вариантов у белых не было. И черные, в общем-то, добрались до спасительного пуля. Я могу сказать, что была одна партия, очень старая партия у Корчнова, где белые каким-то образом все-таки черного короля оттеснили и выиграли. Но это прям из области фантастики. Следующий пример тоже весьма поучительный. Короткая зарисовка на то, как ставится мат в неорганизованной защите. Итак, белые здесь сыграли g4. Пеннис и Фэнтес, опять-таки дивизион Е. Прям-таки там совершенно дикие зарубы были. И ход g4. Ход g4 достаточно классический. И здесь черные обычно реагируют ходом кони f6, что позволяет им сохранить достаточно крепкую оборону. А вместо этого они пошли вперед. И после хода h5, естественно, белые должны вскрывать игру, чтобы поставить черный мат. Смело очень взяли на h5 в gh. Можно было наверняка еще как-то сыграть по-другому. Однако угрожал уже где-то h6, h7. Помимо hg. И после fg позиция черного короля весьма опасна. После хода jh открывается еще, мы видим, и линия g, по которой, в общем-то, забегая вперед, и будет происходить весь заход. 3-0. И черные, очевидно, не успевают скоординировать свои контратакующие действия. И после хода g4, e2, белые просто-напросто разрывают позицию черных ходом g5. Блестящий ход, создающий угрозу взятия на g4. Ну, а после взятия конь b2, можно было брать, в принципе, и ферзем. Возникла достаточно простая позиция, где белые подключили все свои фигуры к атаке. И угрожает уже взятие с матом на g8. И после слона e7 возникла достаточно симпатичная концовочка. Поэтому, я надеюсь, что вы уже все видите. А если не видите, то остановитесь, подумайте и найдите решение за белую. Ну, и, в общем-то, правильно, наверняка из вас все решили. Взятие на f6 и классический ход ферз g7. Ферз g7, взятие, взятие. Двойной шаха, двойного шаха защититься невозможно. Приходится всегда убегать. Ну, и ладья настигает короля и матует. Симпатичная концовка. И следующий пример, где выступали две девушки. Белыми играла португальская шахматистка Сильваана Инес. А черными шведская шахматистка Маргарита Заритовская. И вот такая позиция возникла. И португальская шахматистка вела активную атаку. Пыталась здесь организовать матовые конструкции. Но черные здорово отбивались. И мы видим, что положение слона с ферзем, так называемая батарея, здесь весьма проблемное для белых. Попыталась Анна Инес сыграть ферз h4. Освобождая таким образом поле для коня. И параллельно создавая угрозу ладья е1. Очень сильный ход. И черный, вероятнее всего, стоило сыграть g5. Но после хода h5 возникла очень симпатичная позиция. Конь h6, шар, король g7. И ферз g3. Белые атакуют на g6. Выясняется, что g5 ход практически единственный. Но в этом случае возникли бы другие проблемы. В частности с ферзем. После хода ладья е1. Но так играть все-таки стоило. И кто знает, чем бы партия завершилась. Ну, вариант, возможно, был бы такой. Скажем, ладья е1. Ферзь, скажем, d5. И у белых возникала такая вот интересная идея, связанная с ходом ладья е7. Король h6 и конь g4 шар. И после hg. hg выясняется, что грозит ход ферзь h2. А как защищаться от этого не так-то просто. То есть ладья f7, возможно. Ну, в общем-то, это была сложная борьба. Да. Ну, и в общем, черные сыграли ферзь е8. Сыграли как бы понадежнее. На самом деле, после ладья е1 ферзь оказался в западне. И тут достаточно веселая ситуация возникла. Слон е4. Черные защищаются. Блестяще. Ладья бед е4. Ферзь е4. Ферзь g6. Казалось бы, белые гадыряются до короля. На самом деле, все это далеко не так. Конь f7 шаг. Ладья f7. Ферзь f7. И уже черные, казалось бы, перехватывают. Но тут начинается марш короля. Виват король. Король f2. Пробежал король в центр. Как неожиданно оказалось. И все висит. Мы видим, что конь на d7 под боем. Но черные, вроде бы, шахуют первыми. И идут вперед. Король бежит. Бежит король. Посмотрите, куда побежал король. Он направился в самую гущу событий. И благополучно, казалось бы, прибегает куда-то туда поближе. И тут начинается самое забавное. Да, но стоило, возможно, здесь взять на d6. Хотя в этом случае был бы ход ладья d8 шаг. Но после ферзь e4 не ошибка была закрыть все эти, как говорится, ползновения ходом d5. Но Анна Инесс была настолько сосредоточена на этом марше короля, что продолжила движение. И после ладья b8 дошла все-таки до законного важного поля на a7. И завершив таким образом партию, после ферзь e8 на доске на настоящее полотно. Ну, можно сравнить это с переходом каких-то, да, суворова через Альпы. Или с переходом португальских революционеров. Или, может быть, контрабандистов. Ну, в общем, на a7 король прорвался, но получил красивый мат. И, безусловно, такой марш короля заслуживает серьезного внимания. Ну, и еще один пример, который похож некоторым образом на предыдущий. И здесь мы увидим тоже достаточно веселую картинку. Белыми играл Никита Рычагов, представляющий Эстонию. Ну, а черными играл играсский шахматист Заид Алла. Итак, вот такая вот совершенно, как говорится, сюрреалистичная позиция. В центре пешки находятся под каким-то невероятным боем. Все под боем. Слоны против коней. Но король на d8 чувствует себя хуже, чем король на g1. Хоть оба короля я некоторым образом открытым. Так или иначе, белые здесь начинают вскрытие. Итак, dc, ферзь e5, централизация ферзя по немцовичу, но этого оказалось мало. Ферзь d2, отличный ход от Никиты. Ферзь направляется в район поля a5. И королю черных становится немножко не по себе. Параллельно ферзь, кстати, прикрывает слона на g5. Очень хороший ход. Король d7, смелый такой ход. Очевидно, что черные хотели таким вот каверзным образом, с другой стороны, без затей напасть конем на e4. Ну, последовал полнокровный ход ладья b1. Умнее не придумаешь. Прямой наводкой на b7. И черные защитили ладья b8. Ферзь a5. Напали на c7. Стоило, конечно, сыграть ладья c8, но в этом случае наверняка и ферзь a4 завершает партию. Возможно, еще дополнительные какие-то ресурсы у белых есть. После b6, ферзь a6. Позиция достаточно веселая. Сейчас возьмем. Ферзь b2, ферзь a7, король e8. И король тоже почесал куда-то вдаль. Ферзь b8, король f7. Ферзь b7, король g6. Видите, король тоже переходит, опять-таки, через определенные поля. Перецминные поля. Переходит на королевский фланг. И у черных, кстати, возникает ресурс с вечным шахом. Как минимум после ухода ферзи a4. Ладья b3. Хорошая. Хорошо парировал эту идею. Никита, то есть, подключает ладью. Позиция совершенно неясная. Дикая совершенно. Позиция, не знаю, может быть, стоило просто отнять на g5. Что, в общем-то, черные и сделали. Однако, после ладья g3 шах, черный король побежал на f4. Посмотрите, какие дикие гонки. Последовал ход cd. Хладнокровно весьма. Отмечу, что на конь беже g3 белые бы съедали на g7. И, скорее всего, побеждали. Потому что у черных проблемы с королем и со всеми фигурами. Поэтому король f4 строго. cd, ed, хладнокровно. И d7. И вот в этой позиции после конь беже g3, к сожалению, после ферзи 7 партия завершилась победой белых. Хотя, на самом деле, позиция еще полна жизни. Почему сдался и раски шахматист загадкой? Может быть, время завершилось. А может быть, просто что-то недосчитал. Но в итоге, так или иначе, партия в пользу Никиты завершилась. Вот с таким вот веселым королем на f4. Ну что ж, дорогие друзья. Прежде чем подводить итоги второго дивизиона, мы предлагаем вам познакомиться с интервью Александра Самогановой. Наверняка вы его уже прекрасно знаете. И, безусловно, мы рады ее в очередной раз увидеть на экранах. Меня зовут Самоганова Александра. Я из Кыргызстана. Женский мастер фиде. Четырехкратная чемпионка Кыргызской республики по шахматам среди женщин. Член женской сборной. Начинаю где-то с 2002 года. И также стример Ческома. В принципе, шахматы всегда были популярны. В Кыргызстане всегда было много любителей шахмат. Много людей, которые играют в шахматы. Но в какой-то период у нас произошел, мне кажется, такой спад, сатишья. Но вот за последние годы, конечно, если не учитывать коронавирус, да, во времена ковида. Но у нас сейчас, я бы сейчас сказала, шахматный бум такой. Очень много детей играют в шахматы. Очень много детей, я знаю, занимаются профессионально, с профессиональными тренерами. И это на самом деле очень хорошо, очень радует. Много шахматных школ открылось. И заметен рост нашего подрастающего поколения, наших детей. Немножко есть, конечно, такой спад, может быть, взрослых шахмат. Все-таки у нас из-за этого какого-то затишья, может быть, произошел такой спад в какой-то момент. И вот, ну, что хорошо, что действительно очень много детей сейчас играют. И видно, что новое поколение растет очень быстро. Очень много хороших, талантливых шахматистов. Надеюсь, что в скором будущем, особенно когда оффлайн-турниры будут проходить все чаще и чаще, наши шахматисты смогут добиться каких-то результатов. Конечно, хотелось бы попасть в тройку, да, чтобы пройти в следующий дивизион. Но, как минимум, сыграть лучше, чем в прошлом году. В прошлом году наша команда, к сожалению, выступила не очень удачно. Я даже не знаю, с чем это было связано. Мне кажется, в этом году состав сильнее у нас получился. Может быть, подгруппа была менее такая сильная, чем по сравнению с прошлым годом. Поэтому, конечно, первой целью было попасть в тройку. Но, с другой стороны, мы тоже понимали, что наши соперники очень сильные. Бороться против Китая, Индонезии, Филиппин очень тяжело. Вот сейчас буквально я прочитала сообщение от нашего капитана. И он отметил, что перед началом турнира наша команда по рейтингу была на девятом месте, по-моему. И мы заняли пятое место. То есть, я считаю, очень даже неплохо выступить. Сейчас все-таки не так много турниров оффлайн проходит. Это шахматная онлайн-олимпиада. Это хороший турнир, где мы можем официально выставить сборную Кыргызстана. Допустим, в прошлом году вообще турниров не было. Ну, было очень мало, да. В этом году, то есть, мы провели чемпионат Кыргызстана среди мужчин и среди женщин. То есть, у нас сформировалась сборная. Поэтому по результатам этого чемпионата у нас мы выступали на данной Олимпиаде. Ну, этот турнир – это хорошее мероприятие, где мы могли бы проявить себя, показать свои результаты. У нас несколько молодых шахматистов играли. Кстати, состав очень интересный. То есть, не только взрослые играют, а есть еще возможность шахматистам 120 лет также принять участие в составе сборной. К сожалению, нам приходится закончить наше выступление на этом. Но я думаю, что наша сборная достаточно хорошо себя проявила на этом турнире. А теперь, друзья, подведем итоги. Группа А – Индонезия, Филиппины и китайская Шэньчжэнь проходят дальше. Команда Австралии и как раз-таки Киргизии немного не хватило для выхода в следующий этап. Ну, а наша команда Ливана, к сожалению, осталась на девятом месте. Но, тем не менее, проявили они себя прекрасно. И увидим на следующей уже Олимпиаде в новом и более сильном составе наверняка. Группа Б – Латвия, Молдова и Италия, безусловно, порадовали своих болельщиков. Ну и главной сенсацией, пожалуй, группы Б явилось выступление Узбекистана. Так как, обладая весьма интересным, талантливым и, как мы уже говорим, супер составом, команда Узбекистана невероятным образом проиграла сначала в Малайзии, а затем и в Молдове. Но, тем не менее, команды Латвии, Молдовы и Италии заслуженно выходят в следующий этап. Группа С, друзья. Израиль, Беларусь и Швеция. Без каких-либо сюрпризов фавориты сделали свои важные шаги к следующему финальному этапу. Группа Д – Словения, Аргентина и Бразилия. Венесуэла смотрелась весьма блекло, но и здесь тоже без каких-либо сенсаций. Группа Е, безусловно, здесь была совершенно дикая рубка. Все команды, точнее их было пять, претендовали на лучшие результаты. Но колумбийцы стали лучшими. Затем Куба и Эквадор, а Парагвай с чилийцами остались за бортом соревнований. Ну что же, друзья, вот такая вот история. Нас ждет финальная встреча первого дивизиона совсем скоро. И там уже мы поболеем за лучшие команды мира. Всем желаю хорошего настроения, здоровья, играйте в шахматы. И до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока.